Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рада приветствовать вас! Я нахожусь сейчас в Стамбуле на Международном научном симпозиуме под руководством Олега Викторовича Мальцева. И в рамках этого короткого интервью я бы хотела поговорить немного о такой замечательной испанской школе, как Ачинэч. Вы знаете, девича, как недавно, буквально, наверное, полгода назад, я не знала вообще ничего о том, что существует некое испанское фехтование. И уж тем более не знала, что оно подразделяется на аматорское, на профессиональное и на какое-то еще. И вы знаете, поскольку в силу своей деятельности, а я являюсь научным сотрудником Научно-исследовательского института НИИ памяти, и в силу определенного воспитания, безусловно, благодаря моему шефу Олегу Мальцеву, существует определенный принцип, а именно работы всегда с первоисточниками, потому что первоисточник — это основа знаний, основа силы. А это в дальнейшем позволит тебе многого добиться в жизни. Так вот, я хочу сказать, что познакомившись с испанской дестрезой, познакомившись со школой Ачинэч, которая является правоприемником венецианской школы, я могу сказать, что я познакомилась с самым настоящим источником, кулющим сильного человека, сильную личность, умелого воина и того, кто способен нести ответственность за свою собственную жизнь. Я могу сказать, что я, конечно, в восторге от всех четырех занятий, потому что в течение нескольких дней у нас каждый день были занятия в рамках этой школы. Могу сказать, что я, конечно, в восхищении, потому что это самая, пожалуй, четкая, структурная и абсолютно понятная школа. То есть, вне зависимости от того, участвуешь ли ты на занятии напрямую или смотришь ты это со стороны, и с той, и с другой стороны ты всегда можешь сделать определенные выводы, и они всегда сугубо практичны. И за это, конечно, огромная благодарность, потому что такие вещи, знаете ли, нынче не в части. Редко кто-то действительно может показать и продемонстрировать те или иные элементы, те или иные приемы, те или иные подходы. Я уже не говорю о настоящей систематизированной школе. Школе, которая выдержала все исторические эпохи, все преграды и барьеры на своем пути. Потому что, если мы будем говорить о школе Ачинэч, позволю себе заметить, что это самая древняя школа. И недаром она сохранилась на Канарских островах. И недаром в этой жизни мой шеф Олег Мальцев повстречал настоящего маэстро Пальмеро Рамос. И недаром в рамках экспедиционной деятельности мы проверяли и расследовали, что это за школа, сравнивали с другими источниками. И я могу сказать, что это самый настоящий дар. Это прекрасная роза, это острейший меч, это величайший ум. И это достойное наследие, которое сегодня мы видим в рамках наших исследований, в рамках международного симпозиума и в рамках этих занятий. Как женщина хочу сказать, что, конечно, когда ты видишь, как создаются настоящие мужчины, это не просто завораживает, но и вдохновляет. И за это тоже отдельное спасибо, потому что наши воины, наши мужчины, они, знаете ли, иногда забывают во всей этой суматохе, да, насколько вот важно вот этот стержень, вот эта воинская наука, это искусство. И когда ты видишь, как они вот зажигаются, как они расцветают, как они крепнут прямо на глазах буквально за несколько дней, это очень круто, это классно и непередаваемо. Поэтому, вне зависимости от того, есть у вас возможность заниматься воинским искусством или нет, предпочитаете вы испанское фехтование или нет, как бы, все равно есть вещи, без которых мы ничего не сможем сделать в этой жизни. И эта субстанция называется сила. И когда мы говорим об испанской школе Ачинэч и о том, что мы видим здесь, на симпозиуме и в рамках отделения Ачинэч в Одессе, я могу сказать, что это то, что напрямую силовой компонент закладывает, воспитывает и взрастает. И я могу только, скажем так, в качестве заключения выразить свое огромнейшее восхищение, благодарность и спасибо вам большое. Ну а в дальнейшем, конечно же, вы увидите очень много интервью и других прямых включений и так далее, и так далее, и так далее. Но прежде чем все это начинать исследовать или смотреть, задайтесь вопросом, зачем оно вам надо? Ведь если вам нужно быть слабым, чудушным, вам нравится приспосабливаться и жить как все, то, пожалуй, оно вам не надо. А я, я в восторге. Спасибо большое.